Моя зарядка. Буду напряжать в квадратах. Показывать сколько напряжения. Вот тут всего 64 километра. Не знаю, как я там проехал. Вот это напряжение 33,1 вольт. И дистанция 21 километра. Я тоже не понял, что это. Какая дистанция. Когда я это за сегодня 22 километра наехала или когда я не понимаю, как тут считать надо. Сегодня, я думаю, где-то 10 километров, где-то в 5 в одну сторону и опять в другую. Показывает, что заряд почти пустой. Он у меня отключился. Вот теперь. Нужно найти тут. Как-то я ожидал, что будет больше. Он проедет. Но, видимо, когда этот аккумулятор не высокотоковый и он как бы быстро достигает критического напряжения на большом токе. Тут ток где-то до 12 ампер может быть. До 12. Вот. Он как бы горит слабенько светодиодик. Когда он зарядится, он будет все ярче и ярче загораться и потом вообще загорится ярким. Ярким синим цветом как-то полностью зарядится. Ну и то тут на выходе где-то 41-40 вольт. Чтобы как бы не перезаряжаться, тогда больше циклов будет. Вот он когда загорит, зарядится, загорится вот так ярко, как вот в термаре. И мой зарядник где-то на 30 ватт. Он как бы не будет не так портить аккумулятор. Он мне от сильного заряда не больше деградирует. Поэтому я думаю, запараллелить все-таки надо с другим аккумулятором. Потому что я как-то ожидал, что там будет больше наем приезда. Тут мне даже не хватило в магазин ездить назад. Там где-то еще один где-то километр остался назад, чтобы ездить. А на все потом назад. У меня такая горка большая есть. Как бы вес большой и от холода сдулись эти шины. Как бы было достаточно, не так уж легко и назад заехать. Потому что он тогда и больше емкости даст то его сопротивление внутри. В общем, он тогда лучше, чтобы больше энергии отдаст, а не вместе. Допустим, один отдаст 6 Ач. Другой тоже 6 Ач. То есть, ну да, 6 Ач. А когда вместе они дадут не 12, а, допустим, 13. И 14. Так. Параллели все, думаю, нужно обязательно. Просто я там уже его заизолировал, как бы. Как бы немножко стал уже с ним водиться. Поэтому немножко подумаю, может еще. Попробую еще поесть. Где-то нам на деревне может съездить с двумя аккумуляторами. Посмотрю, как и заряд держит, насколько мне хватит их. Если будет не хватать, тогда, думаю, буду параллелить. Придется запараллелить их выход, а зарядку можно будет только минус соединить, а плюс другой вообще убрать. Потому что плюс идет вообще с плюсом выхода. И поэтому плюс можно не соединять. Здесь только минус соединить. Вот. Это допустим. Проводок минус допустим. И соединить его другим, с зарядкой минусом. А вот там отрезать только один проводок соединить с этим минусом. Это, наверное, плюс. Да, так плюс пресс. Нужно минус отрезать. Нет, этот плюс это минус. Просто там отрезать плюс и минус. Вот такой вот контакт для зарядки соединить. От него только минус. Ну, а выходы от этих аккумуляторов нельзя тоже соединить. А там нужно будет немножко перемотать. В общем, я теперь бы, вероятно, не покупал уже это. Потому что как-то... Ну, пока вижу то, что расстояние от прыжей отлично мало. Тем более берут эту таможню и пошлину. Потому что там очень нетрудно провернуться, чтоб ничего не взяли. В общем, дорого выходит. Я там особо часто не вижу. Тут он становится тяжелый и потом по ступенкам его в лифт будет. Затаскивает. Иногда маленький лифт приезжает. Тоже не очень. Потом вызывать пришло не очень удобно. Но, думаю, может, когда буду иметь работу, тогда может на работу ездить где-то недалеко. А так пока я все равно не вижу как-то. Не вижу, как я не знаю. И вон за тема. Только не знаю, как это было. У меня такое дерьмо. Что synchronous мне мне. Машелита уходит, но не собираюсь. Я не знаю, чтобы видео. Вы 64- aquelita. Не знаю, что ты и ничего не vagy. Я не знаю, что я тебе не знаю. Но я тебе не знаю. Да, я тебе знаю, что ты не знаю. Продолжение следует...